Анастасия Тичарина повторяет элементы танца перед прогоном. Девушка жила и училась в Вишкороле, поэтому марийские пляски даются и намного проще, чем всем остальным артистам балета. Изучала я его практически с четырех лет. Естественно, я в нем родилась, жила вместе с ним, воспитывалась. Ты общаешься, естественно, с людьми, ты знаешь их язык. И вот это вот общение, оно помогает тебе перенять характер. Естественно, да, в этом плане ты танец изучал и историю, и специфики его все. В этом, да, здорово. Это легче. Динамичное, яркое и веселое. Ожерели финно-угорий собирали разные культуры финно-угорских народов. Мордовская, удмуртская, марийская, коми. Например, впервые зрители увидят удмуртскую пляску с мелкой техникой тыпортон. Количество танцев в программе столько, что артисты кое-как успевают перестраиваться с одного на другой. Постановщиками некоторых финно-угорских танцев выступили балетмейстеры и артисты из Мариэл. Для балетной труппы это был первый опыт. Хотелось в каждом танце выразить настроение и характер каждого родственного народа. У нас такого не было. У нас есть зарубежное финно-угорье. Там вошли такие народы, как Эстония, Финны и Венгры. А здесь уже культура по Волжии, она сочетается и с какой-то татарской традицией. То есть есть такие актинки и танцевальные, и музыкальные. Для хоровой труппы материал оказался абсолютно новым. Пришлось учить правильное произношение звуков на разных финно-угорских языках. К слову, сложнее работать пришлось с удмуртским языком, хотя он намного ближе к коме. Учить было достаточно интересно, я бы сказал, несколько сложно. Какие-то, конечно, препятствия встречались, но они относятся к правилу произношения звуков, фонетики языка. Но нам помогали наши коллеги из государственных ансамблей других регионов финно-угорских. То есть они приглашались к нам, мы для них начитывали это все, они нам это начитывали, и таким образом мы справились с задачей. Вокальный материал подбирали тоже, сотрудничая с коллегами родственных регионов. Ожерель фон-угорья Аси-Кэ на сцене и, похоже, с аншлагом соберет 29 ноября. А в планах ансамбля побывать с новой программой за пределами республики. Там, где культуру этих родственных народов, возможно, и не знают. И, например, в том же Мариел или Удмуртии. Ольга Ладыгина, Анастасия Чернина, Алексей Порошуков, телеканал Юрген.